Девушки отдыхают Мы с ним и познакомились Так вот, как у нас, собственно, и заведено на обзоре этой дороги к турниру Silent Hill Revolution 2, хочется сказать Мы эту партию смотреть не будем Потому что там тоже в одни ворота просто некроны, не обращая внимания на то, что там ХСМ какие-то ползают по карте Выносят их к чертовой матери Как бы окончательно утверждали меня во мнении, что не стоило брать тот самый ростер на тысячу очков Который казался удачным И добавлять в него немножко сверху некрончиков Некрончики показали себя неплохо, да Но вот все остальное вообще нет Поэтому мы тот день скипаем И сразу приносимся в следующую нашу партию Где я уже подизменил ростер И давайте дадим слово Денисову образца 2013 года Который расскажет суть этих изменений Выкидываем предатор, выкидываем хаваков Черный кудесник Курт за все заслуги превращен в спавна Но чем же мы можем их заменить? Понятно, что времени на принципиальное изменение ростера у нас не осталось Поэтому мы не можем добавить лорда на байки и спавнов У меня тупо нет модели Нифига себе, трудность обычного хоббиста Я как-то уже привык, что плюс-минус есть Ну, даже если нет, ты покупаешь Потому что, ну, опять же, мы постоянно играем в пасту Вот тебе выпало, хрен знает что Ну, идешь в магазин, покупаешь А тот Денис 2013 года У него вообще абсолютно другая материальная база Он не может позволить себе купить Чтобы опять спавно сделать Это нужно, ну, как бы коробки две точно купить В каждой коробке два спавна, да Там дохренища всяких бицов И по факту можно умудриться и из одной коробочки сделать пятерку Но это будет уже с натягом Вот третья коробка для пяти точно избыточная Но вот из двух собрать легко можно Но, тем не менее, две коробки спавнов Ну, как бы еще и все это собирать, красить Времени реально немного, поэтому я просто не могу А я тоже не из тех людей, которые, типа Бро, ну слушай, займи мне пять спавнов там бегать по кому-то Короче, я исходил из того, что есть Но мы можем заменить наш весь хэви-суппорт-слот на облитераторов Облитераторы-то у меня есть И штук девять еще с пятой редакции остались Поэтому вообще не вопрос Комзрилы у нас есть, так что можем спокойно дропать их и сжигать все живое К сожалению, это недешево по очкам Поэтому придется с лорданикронов сорвать инвуль и армор Потому что все равно главное в нем Это майншекл с карабой Он ими воюет Мы видели Как бы остальное вообще никак не помогает Ну да, второй армор, но я все время колы кидаю Поэтому пусть будет в третьем Четвертый инвуль, да, срать Короче, те крутые чуваки с крутыми штуками Сами себя убьют и не будут в инвуль в этот биться А армор, ну, армор я все равно не откидываю И на хаку у нас остаются жалкие копейки Что у нас самое дешевое в нашем кодексе? Это маг, 60 очков Первый уровень В телепатии он там будет нам что-нибудь искать Стоять в диплой с культистами опять А что, если он найдет что-нибудь полезное? Например, папет мастера Ну, как вы понимаете, смысл в том, что у тебя могут быть прикольные заклинания Все-таки они никак не будут реализованы Потому что твой маг просто стоит в диплой Ну, он, ты его обязан взять Потому что ты обязан забить один слот HQ, два трубсы Поэтому, собственно, у нас две пачки культистов Но вот если реально что-то прикольное накинет Опять же, там все-таки рейндж у заклинаний есть Дадим ему за 15 очков джампак И пусть он падает вместе с облитераторами Байк, джампак К сожалению, для наших героев роскошь уже абсолютно невозможная Не бесплатно, как принято в этой редакции Ни за какие деньги мы джампак магу выдать больше не можем Да, в реалиях этой редакции он бы все равно не смог присоединиться к облитераторам Потому что облитераторы, ну, к ним кто вообще может, в принципе, присоединиться? Он, скорее всего, бы присоединился либо к раптерам, либо... А, да, и к рапталонам даже не дали Просто типа к раптерам Но, тем не менее, была бы такая возможность И, как бы, 40 пеший и 40, который двигается на 12 Все-таки разные вещи, согласитесь Во-первых, он раздаст им 10-й ледак А, во-вторых, может еще что-нибудь полезное сделать Конечно, так мы отдаем задешево нашего варлорда Но кому он нужен? Ну, в смысле, подставляем, рискуем им и убийство варлорда Это в этой редакции очко-повторички Там три, типа, First Blood Первым нанести повреждение Слейда Варлорд Это, соответственно, убить вражеского варлорда И, насколько я помню, Break Line, как-то так называлось Оказаться в диплое противника под конец партии И вся в лучах славы на сцену возвращается ведьма Татьяна Ну что, Абират? Ты готов почувствовать мой гнев? Невероятный уровень постановки и игры Недостижимые для нынешнего Спейсмана Миссия Big Guns Never Tire Точка противника Раз Вторая точка Титана Здесь У меня одна Здесь Вторая Пацана Снова, кстати, Big Guns Never Tire Это где, помимо Трубсы, также скорит Heavy Support Ну, удивляться не приходится, потому что там было всего лишь три, по-моему, миссии И, как бы, они постоянно между собой переключались Привет, это Абират Играем со Спейсманом Я за некронов на 1500 очков Пробуем наш турнирный ростер Как они чё? Так прикольно видеть молодого Абирата Вы такие няшки! Обожаю! У меня здесь достаточно всё простенько и не обкатанно ещё имотех с обычным роллокортовским лордом Ненавижу, сука, имотека! Вот сейчас дойдёт, собственно, до ходов поясню У лорда закачка 2+, с коса, с корабей, сфера воскрешения, арбам С криптеком, с хронометроном, переброс, восемь имморталов Здесь вот варлорд Мессер Зандрек Семь воинов И Роялкортовский лорд В такой же закачке, как вот Только без веры воскрешения Она у Зандрека есть Абаржа? Вторая абаржа Абаржа на пол Да, играли, кстати, бигганты на летает Так что это хозяйство В резерве Ничего не в резерве Один бонг скиф И один найт скиф В нём сидят два криптека с огнемётами У одного из них Вейлос Даркнесс Мантия И пять Десмальтов Ну, у самолётов-то мув большой Они долетают куда нужно Высаживают эти два огнемёта Они в упор сжигают всё, что хочешь Плюс ещё сверху и снайперы К негодяям тоже достреливают У меня на столе две пачки культистов Которые стоят за Егисом Рядом с рилеем Прячутся за вот этим террейном Что плюс для этой редакции Потому что пока Некрончики меня не видят А там, собственно, мне-то стрелять нечем Мне главное стоять у ком с рилея И вызывать резервы Потому что у меня основа армии Вся в резерве Здесь две баржи Одна командная, другая Annihilation Всё остальное в резерве Два дракона Один гублик И там в ящике лежат Куча пачек облей Потом три пачки облей По два С магом Ну, то есть план на партию Эматек Эматек у нас ход не перехватил Баржа Не по кому не застает А сзади А сзади Рация выходить На столе На столе Есть шторм Лорд Стоит аннигель Саша подставился Потому что Этимель Важные Чтобы этот второй армор Перекидывать Ну, один раз Но тем не менее Всё-таки перекидывать Заход И как бы ты С какой стороны Не стреляй Входящий огонь В себя принимает Какой-нибудь безымянный лорд Со вторым армором И с этим реролом И вот есть Гигантская разница Когда дракон Своим огнеметом Пытается Прожечь Этого парня В два плюс Или просто начинает Пацанов оттуда Убирать Потому что Ты не можешь Тупо В этот второй армор Направить Раны С огнемета На второй ход У нас вышли все резервы Кроме Самолета Вот Драконы Одну баржу Нанесли Глянец То есть План к себе Подтянуть Под вектор страйки Баржи Уже сработал Ну и я думаю Вы сами видите Было пятно Имморталов Драконы зашли слева Где не стоял каких-то героев И просто его нахрен Спалили Собственно только герои Которые стояли с другой стороны Здесь пачка вышли Здесь пачка вышли Здесь пачка вышли И наконец мы Встали с Боингом рядом Вместе с нашей Таней Аплодируем Возвращение девочки Вот Черт побери Там действительно Были какие-то зрители Которые стали аплодировать Первый дракон Со вторыми Выжгли практически всех Морталов После этого Отсюда Психик Шрейк Две плазмы Положили Эммотека Вау И стрельба Баржи дожала Весь Боинг Встали из них Только вот эти два парня Лорд И Криптэк И вот еще Крайне неприятная фича Техникрон Это Эверливинг персонажи Короче Все герои Ну практически все Наверное герои Уникрон На тот момент Как бы без всяких стратегем Без всего Если падает Кидаешь кубик на 4 плюс Он Обратно встает Просто какая-то жесть Они Реально бессмертны Нет никаких ограничений Типа один раз встать Нет Вот он сколько упадет Столько Будет вставать Пока ты кидаешь 4 плюс Просто жесть Здесь Сначала из Мультимель Потом из Плазм Убили Баржу И наши пацаны бегут к точке Которая здесь Скрывается за здание Короче Я считаю Что наш план Удался Практически все вышли Практически все Имели какие-то цели И Практически все Из этих целей Уже не на столе Некроны Вышли Все резервы Две косы Думкоса Обычная Из нее Выпали пацаны Дефмарки Два Криптека С огнеметами Сожгли пятно Моих Хультистов Ну вот так Выглядит применение Этого отряда Куда нужно Доставили Вышли Пух Все Сняли пацанов Точка свободная Комзрилы Слава богам Мы успели до этого То есть Если бы Саш ходил первым То мы на второй ход Остались бы Без реролог на Комзрилы И возможно Мы уже выходили Не в таком составе У нас даже с реролом Все таки Бублик остался В резервах На данный момент Это хорошо Да Возможно я даже специально Пытался его обратно запихнуть Потому что можно было реролить Не только Неудачные броски на резервы Но и удачные Чтобы как раз Вот Вышли вражеские Бублики И я свой запускаю Тоже расстреливать их Но тем не менее Порядок хода Был очень важен Несмотря на то что я был Скрыт руинкой Все равно типа вот Авиация прилетает Руинки Не руинки Пофигу Высадились парни Всех убрали Вот сюда Из косы Убило трое Арки Два Сюда Кулпойнты сняты Боже мой Еще и арки Как я мог забыть Короче Если с Тесла Дистрактора Прилетает молния В кого-то Они же типа такими Молниями бьют То там на какой-то Бросок 4 плюс Или что-то еще Рядышком Могут отлетать В кого-то И бум У меня в анниглейшн Баржу отлетело От культистов Черт побери Нет реально Ну опять же Кодекс Некрон Писал тот Самый Мэтт Варт Который в свое время Написал например Дичайший Паверный Кодекс Серых Рыцарей А также Кодекс Бладов От которых просто Все визжали И вот он Некрон Под закат своей карьеры Потом он по-моему Как раз уволился Сделал И Некроны были Очень мощные Вообще классный был релиз Как раз Они тогда поменяли Свою айдентику Да и то они были Вот эти вот Машины смерти Терминаторы Без страха И упрека А в 6 редакции Ну на самом деле Под конец 5 редакции И вот тоже У них у первых Появилась авиация На самом конце 5 редакции Но по правилам Еще старым Там все по-другому было А вот в 6 редакции Им дали нормальные правила Когда всем дали авиацию Их бублики Начали носиться Над полем боя Всех мочить Так вот Как раз тогда У них появились Вот эти вот баржи Нигляционные Командные Арки Всякие Думсдэй арка Трамвай знаменитый И собственно Лор их тоже поменялся И они стали такими Блин Опущенцами Которые зачем-то Сделали себя роботов И теперь об этом Жалеют Здесь Дефрей Прожег моих Пацанов Убил первого Бля Инстанул Танек На этом Запнулся Откинули инвольт А Дефрей тогда работал Следующим образом Ты как бы чертил Линию по столу И вот Все кто Под эту линию попал Как бы пробивался По-моему Десятой силой Соответственно У кого пятая Или четвертая Там была Ну и меньше естественно Они инстились То есть Сразу все рано снимались У Тани Даже инвуля не было Просто если Саша кидает 2 плюс Таня умирает Он кинул 2 плюс Она без сывов Убралась Два Чувака Огребли Атарки Которая Здесь стреляла Откуда Татьянули Татьянули Вот Чё один Встал потом Встал Подчарджились сюда Умерли Потому что Этот не прокинул Майншекл Этот прокинул Оба умерли Встали Понимаете как раньше С некронами играли Даже если они проигрывают Ты им все выносишь То у них остаются Керакторы Которые как неваляшки Ходят по столу И ты В принципе Сделать практически Ничего не можешь Потому что Ну как бы от тебя не зависит Кинет противник 4 плюс Или нет Там можно было стараться Так заполнить Поле После того Ты убил его в ХТХ Чтобы он не мог встать Там по моему Есть ограничения На каком расстоянии он встает Соответственно если у тебя Как бы все поле Это заполнено Твоими войсками То уже не может Этот чел встать Но опять же Это нужно иметь Были какие-то большие Боинги Такая была тогда редкость Все-таки Все наводили Более маленькие Отряды И так Чтобы подгадать Было достаточно сложно Здесь Пацаны подошли Пытались Навесить Гланцы Нет И Отсюда В попу Нифига В принципе Аннигилейшн Баржа могла это сделать Напоминаю По моему 4 выстрела С Твин Линкеном То есть на шестерке Но с реролом При этом Как бы еще у тебя Дополнительные выстрелы По моему как раз На эти шестерки были И он типа с 7 силой В десятую попку По моему десятая была Или одиннадцатая Точно не помню Все равно Более мягкая Могла дракону легко напихать У нас вышел наш бублик Высадил пацанов Они прошли на 6 К вражеской точке Ну и мы соответственно Пользуемся теми же Самыми инструментами Вылетел бублик Высадил пацанов И как бы Бублик стоит так Чтобы хорошо целиться Можно было наверное Ближе к точке полететь Чтобы сразу На него встать Но как бы еще Рано на точке вставать Напоминаю что В этой редакции Точки скорить нужно Только на конец Партии А до этого Они очков не дают Не заняты Драконы разлетелись Один сюда Вектор страйк Огнемет Убрал суммарно Троих Пацаны все прокинули Стоят Этот Вектор страйк Обсурбил здесь Дом Скиф Не помню кстати Были ли какие-то Бонусы На вектор страйке Против Летающей техники Монстры По-моему никаких не было То есть сейчас Дракон очевидно Как раз Отлично работает С всякими летунами У него как бы На это специализация Не то что помогает Тем не менее есть А раньше по-моему не было Но все равно Универсальности дракона Это не отнимает Потому что он все еще Отлично выжигает Своим огнеметом Пехоту Который вообще ничего не делает Против летающей техники Но он как бы Перепрыгивает ее Вектор страйком Седьмой силой Д3 атак туда Возможно даже плюс один Бьет Главное пробить Они автоматически попадают Вот Огнеметом С реролом Выжиг всех тех марков Криптеки не встали Ничего себе Криптеки нахрен не встали Два проваленных Четыре плюс Ну и да Огнемет Вот он такой Просто ты Как бы Закладываешься Включаешь демон энджин Чтобы реролить Ту вунт И просто Бам Пацанов Убрал Напоминаю Они даже сейвов не кидают То есть некроны кидали Только свои вот эти четыре плюс На эверливинг персонажа Наша баржа И Это И это Общими силами Все-таки убили Криптека Чардж Обменялись Карабами Друг Я себе рану нанес Этот Не пробил себя Косой И вот это Бесконечная толкучка Ну слава богу Хотя бы Криптек сломался Но лорд вражеский С карабами жив И вот два лорда Голых по сути С карабами Стоят бьются Вернее как они Собираются вместе И как бы Ты бей себя Нет ты бей себя И такие бэм бэм Стоят оба Кто быстрее погибнет И здесь К сожалению Только Повесили один хуппоинт Сюда сняли вернее Стрельбой двух пачек И чуть не забыли пацаны Почарджили И разломили к чертовой матери И вы знаете Я запомнил этот момент Он правда На обложку Вынесен Этого ролика Но тем не менее Я прям помню Как я такой Типа да Я наконец-то эту баржу Завалил кулаками И сделал вот эту фотку Как типа Два старых облитератора А это типа Еще старые металличные Не те металличные Которые Которые сзади стоят Более новые На тот момент актуальные А еще старые Мелкие И вот они двоем стоят Такие красные На фоне этой зеленой баржи Я этот момент Блин запомнил Ответ Не кронов Коса Отсюда развернулась Попу дракону Просто его Чертям Там Лишь шестерки на хитах Ну потому что коса Отлично в роли Перехватчика Ну и я дурак Потому что Попу подставил Вот Лорд Убежал к моей барже Поломал ее В чертовой матери Отсюда Тельба Станхантингом Куклу Моей баржи У меня Осталось Остался Один хулпой Один джин Откинули Ну вроде как У меня все в порядке Но некроны Не сдаются Продолжают гнуть Свою линию У меня в целом Бесполезный ход Мы отсюда С плазмами Навесили Глянец один Отсюда убили пацана Ну естественно встал Отсюда Ничего Постреляли этими Убили пару пацанов В чердже Сломалась наша коляска Сами упали Сейчас будут там останавливаться И сюда и сюда Ну и реально У меня как-то потенциал Весь иссяк Я что-то весь ход Пытался Ну там на шестерке Попасть в косу Кого-то убить Они на 4 плюс обратно Вставали Мой лорд погиб Так Все хорошо начиналось И вдруг Чет Не туда пошло Четвертый ход Некронов Подлетела Коса Убила одного Пацаны залегли И сейчас На 5 плюс Не восстановился Да Старая редакция Старые Некроны Просто кто умер В течение хода По-моему Или скорее фазы Лежат просто рядышком И в конце Кидаешь кубики Ну типа Обычный пацан На 5 плюс А герои нахрен Всегда на 4 плюс Жесть Сюда Пытались Как-нибудь Ее прожить Не попали ни разу И парень Пытался Чарджить Моих обли не дошел Они бы еще раз Его закопали Или не закопали У него Майншекл с корабль И два облитератора Начали бы сражаться Между собой Ну вернее один Бить второго А второй как раз Пытаться в этот момент Убить лорда Ну тут Сука встанет Опять жесть какая Наш пятый ход Влетел дракон Гетерстрайк Не пробил Отсюда пацаны На весе Два Два попадания Ничего Ничего Это конечно всегда Очень смешная ситуация Они как бы залегли На прошлом ходу То есть попадают Только на шестерке На следующий ход А в летучую Всякую Парашу Тоже на шестерке Попадаешь То есть минусов Никаких И зачастую народ Просто автоматом ложился Эти в попу Ничего Девочка в попу лаской Ничего Вспоминал 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 Ну это вот как раз минус того Что ты целый ход снимаешь А не по фазам И как бы Чё там было Как бы ты весь в партии А тут в конце хода Нужно чё-то поснять Чё было Вообще не помню Здесь самое смешное Убили Пацана Он встал Почарджили Прокинули Майншеклс караб И кулаками утоптали его Откинув при этом Один эмуль за косу Смотри-ка чё Литературы собранные Не дались этим Майншеклс карабам После этого он Наконец-то не встал И здесь Дракончик Выжиг Пацана Во втором арморе Он тоже не встал Ну и да И вот такое тоже бывает Кул кинул Потом 4+, не кинул И смотрите Сколько на самом деле Вот этот лорд Во втором арморе Сохранял этих воинов Если имморталы Которых не защитили Улетели сразу То Вориоры Которых защищали Стояли до пятого хода Свой пятый некрон И ушли за край стола Здесь Постреляли чуть-чуть Находящиеся войска На них идущие ничего Мы Постреляли Убили парня Простого Початки Убили Как его Немесу Немезера Он Сволочь встал И на шестой Свой пятый Сейчас будет что делать И на седьмой ход Которых страйками Разобрали бублик А шестой ход Некрон я видимо Не снял Не снял Он 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 не снял Для того Кто эту партию играет Больше времени Я уже это имя забыл естественно Ну и как бы Да Некрон мы здесь Выпилили И по сути Мы им нанесли Очень жестокий урон На второй ход И вот На самом деле Если бы был перехват Особенно Вот его совершил бы Штормлорд То Мне кажется Было бы вообще все по-другому Но опять же Там на самом деле Было важно Как я откидаю броски на резервы Ну опять же Старые редакции Вот ты кинул Молодец Не кинул Лох У тебя нет кучи бросков И ты можешь плюс-минус Выйти на какие-то Средние значения Нет Ты не можешь распоряжаться Своими резервами Они могут выйти Могут не выйти И ты вот Ну только можешь Как бы в качестве контроля Использовать Реролл Все И вот ходи Некроны первыми Они бы этот контроль Мне бы отключили И все Вышли бы облитераторы Не вышли Соответственно По-другому Могли стоять баржи К тому моменту И вообще Был бы я на столе Или не было меня На второй ход Черт его знает То есть тут хорошо Что я все-таки ходил первым И успел Все сделать Ну и Что-то Этот вариант Мне нравится больше Мы Заменили танк Заменили хавоков Всего лишь На шесть облей Но Обли делают дела Все еще Это ухудшенные Облитераторы Не те что в пятерке Потому что они боятся Те были бесстрашные Эти суки Бегут вообще легко Но периодически Из корабла все-таки Проходят И пушки напоминаю Ты не выбираешь Какую хочешь Когда хочешь Можешь хоть всю партию из лазок Долбить через стол Нет Ты должен через одну Переключаться То есть долбанул сейчас Ласками Значит на следующий ход Можешь стрелять из чего угодно Кроме лазок Я напоминаю Тогда у них был набор Орудий Типа лазки Спаренные плазмы Спаренные огнеметы А солтки Появились в шестой редакции В пятерке их не было Спаренные мельты Обычные мультимельты И плазмы Кенны Вот какое оружие У них было И ты брал что хочешь Но только не то что использовал На прошлом ходу А не как сейчас Какие-то рандомные профили Вообще не интересно Согласитесь И при этом еще и в ближнем бою Тоже могут наносить урон Потому что у них кулаки Ну в общем облитераторы Потому что они Были недорогие На тот момент По очкам Отлично работают Мне кажется Они у нас В финальный ростер Перейдут Однако Это ни в коем случае Не означает Что мы остановили наши эксперименты Так что приходите В следующий понедельник Посмотрим Чем мы будем играть На следующих тестах А на сегодня это все Берегите себя И свои миньки Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok